Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Ковата Левовод. У нас идет 125 занятие. Находимся во вратах седьмых, врата возвращения. На прошлом занятии мы начали с вами очень важный разбор, где уже более подробно речь идет о условиях Чувы, того, что мы называем возвращение, исправление. Может, снова в качестве маленького вступления снова напомним. В книге Робеню Бахи, в принципе, если кто-то присмотримся, хорошо, присмотримся, хорошо. Мы, в принципе, найдем тут, видите, еще столетия-столетия назад базу для понимания души. Более того, базу для исправления этой души. В современном понимании есть понятие теоретической психологии, есть практическая психология. Попытка людей исследовать нематериальную часть человека, понять, что там, как черный ящик, понять, что там внутри находится. И есть практическая попытка, как исправить вселенные отклонения от некой душевной нормы, которая устанавливается. Мы с вами изучали, помните, шар и худ, называется врата единства Творца. Там, где практически он весьма посвящен дурному началу, дурному побуждению человека. Это четкое определение психологии человека. Более глубокое, кто хочет понять и разобраться, мы разбирали с вами после этого шара кния. Шара кния — это врата смирения. То есть там дошли до самого я, до самой внутренней части души человека. Кто прошел эти врата, хорошо их изучил, много-много понял о себе. Что происходит, когда эта душа человеческая, она отступает от той нормы, которая, по крайней мере, внутри себя, она ощущает, что она должна существовать? Что происходит? Говорили, это относится не только к религиозным обязанностям, когда человек приступает к повелению Всевышнего. А даже у людей, находящихся далеко от этого, они тоже живут с какими-то ощущениями внутренних рамок, совесть не дает перейти их, нарушает эти рамки. Как вернуться в прожилое состояние? Как раз бывает, когда люди делают какой-то проступок и сами, даже без Бога, чувствуют, что я себе не прощу. Так они говорят. Как можно все это исправить? Есть у нас, оказывается, ясные рецепты. Ясные рецепты. Есть еврейская терапия. Много раз вопрос задавали, почему вы советуете идти к психологам, а вот у вас что, у Раббани нет ответов? Конечно, у нас есть ответ. Просто никто не хочет слушать. Почему? Потому что проще пойти к психологу, заплатить в надежде, что что-то, что называется, несколькими сеансами исправится. А исправлять это нужно в корне, а в корне это гораздо сложнее. Вот видите, всего лишь нам все нужно сделать чугу. Всего лишь нам все нужно пройти все этапы этого возвращения в нормальное состояние. Только их надо проучить, их надо понять, их надо выполнить. Вот этим мы с вами занимаемся. Очень важное занятие было прошлое, где мы разобрали. Снова напомним, есть в общей сложности, как все знают, есть четыре составляющие, которые были перечислены у нас. Первое — это раскаяние, да, то есть есть осознание поступка, да, оно как бы предварительно всему. И для того, чтобы понять, значит, исправить что-то в этом поступке, нужно раскаяние в совершенных грехах, после этого надо оставить это прегрешение. Третье — надо просить о прощении о этом прегрешении. Четвертое — принять на себя обязательства в сердце и в душе не совершать их боли. Пройдя эти четыре составляющие, человек очищается, как ему Творец прощает. А когда прощается, то, как говорится, и груз сердца уходит, чувствует себя чистым. Теперь, каждый из этих четырех составляющих, говорит нам Рабейну Бахи, оно распадает на пять условий. И вот мы начинаем разбирать с вами, конкретно, что это означает. Когда мы говорили, надо раскаяться, что означало раскаяние, да, то есть можно, конечно, каждый представлять, вот я раскаиваюсь, да, а что конкретно означает. Вот, в прошлом занятии разобрали, один, два, три, четыре, пять, что оно означает. После этого мы с вами разобрали, и следующее — это было принятие на себя, принятие на себя, оставить грех. Да, следует для того, чтобы продвинуться в этом как-то, ну, после раскаяния, надо самонарушение оставить. Не может такого быть, что человек, он хочет исправить что-либо, и при этом это совершает. Значит, надо это оставить. Так вот, оказывается, уже на этом этапе есть огромные трудности. Как это оставить? Так как это очень важно, я повторю только очень коротко то, что мы говорили в прошлый раз. И где мы это видим у нас, в нашей жизни, особенно в современной жизни? Сколько людей погрузилось в зависимость от вот этого страшного прибора, электроприбора, куда вот вся личность человека просто могла погружаться. То есть интернет, там всякие сети, так они их называют. И создается полная зависимость от этого электроприбора. Человек начинает жить в какой-то виртуальной жизни, вообще в другом месте. Можно ли это оставить? Есть ли возможность оставить? Это же подобно и всем остальным зависимым, привязанным всем этим, типа алкоголизма, типа наркомании. Так вот, для того, чтобы оставить, видите, первое условие, какое было, только напомним, надо оставить, да, надо оставить, то есть прекратить. То есть человек, он хочет держать этот телефончик и хочет от него избавиться. Но вы же не можете от него избавиться, держать за него. Ну оставьте его, хотя бы оставьте там в угол, куда-то спрячьте его, чтобы его не было видно. Еще один, второе условие, это отказ от разрешенного. Теперь, что это значит? Это оставить, поставить ограду в том месте, подальше, чтобы не было возможности даже вот в то место подойти. Ну, если вам тяжело все это, этот электроприбор разбить, что, в принципе, это его участь должна быть. Или выбросить его в урну, что тоже, ну, сердце просто не может. Хотите его спрячь. Ну, тогда поставьте вот такое место, где надо закрыть его на ключ, что вообще туда не заходить, вообще в это место не заходить. То есть надо поставить дополнительную ограду до того, как, до того, как. То есть кто это не делает, у него уже силы оставить грех гораздо меньше. Третье условие, очень-очень важное, которое пропускается, это подготовить себя к тому, что этот грех может снова осуществиться. Представляете? То есть по какой-то причине мы решили оставить это, верно? Это какое-то плохое деяние. Теперь что нужно сделать? Нужно прокрутить в голове воображение, что я снова это делаю, и снова у меня зло, и снова это использование воображения, что это сила довольно-таки деструктивная. у нас, когда мы ее не контролируем. Наоборот, если мы ее поставим под контроль и будет использовать эту силу для того, чтобы представить себе возможный ущерб, который мы нанесем самим себе, нет больше пользы от воображения. Надо научиться это только делать. То есть надо подготовить себя к тому, что это может произойти. Четвертое. И человек должен вступать от греха, от стыда перед Творцом. Это тоже существенный элемент, который есть. Почему? Потому что мы с вами стыдимся людей. Но где тут проблема? Эти люди, они не всегда с нами находятся, верно? При людях мы стыдимся. Но мы же можем уединиться. И человек никогда не может уследить за нами во всех местах и во всем времени, и всегда. Поэтому стыд должен быть перед тем, от которого мы не можем скрыть. И пятое условие. Вот на нем мы остановились в прошлый раз. Это человек должен прекратить творить зло, совершенно отвергая возможность делать это. Это еще одна составляющая, очень-очень важная для того, чтобы оставить грех. Для того, чтобы оставить некое деяние, надо это желание, его просто выкорчевать полностью из сердца. Полностью. Обратите внимание, когда мы от чего-то хотим избавиться, и мы привязаны к этому, очень сложно сделать. Почему так сложно делать? Одна из причин. Одна из причин состоит именно в том, что мы внутри сердца до конца не решили этого. Мы решили о том, что это плохо, нехорошо, вот все-все, прекращай, прекращай. Но там где-то внутри подсознание, ну, с этим ничего страшного, если один раз еще раз вернусь к этому, это ничего страшного не произойдет. Нет, наяврите называется гмерудат. Нет такого, чтобы совершенно полностью решиться на то, что это вообще ко мне не относится. Это очень-очень глубокий психологический настрой, если человек, у которого есть некая зависимость, и он понимает зло, которое есть в этом, если он не примет решение полностью оставить это, оставив в деянии, нужно теперь оставить и в желании. Только когда есть и то, и другое, есть шанс какой-то. Итак, человек должен оставить само плохое деяние. Теперь давайте перейдем к теме нашего занятия. У нас осталось еще две составляющие. То есть третья и четвертая. Третья – это что необходимым, как бы еще одним дополнительным, то есть если у нас первое, как вы сказали, это надо сожалеть о своем деянии, раскаяться. Второе – надо оставить это плохое деяние. А третье, оказывается, надо просить прощения о содеянном. Ну, вполне возможно, что в примерах, которые мы привели, я знаю, когда человек живет сам для себя, у него нету над ним никакого Бога, у него особенно не просить прощения ни у кого. И действительно, что человека светского обязывает, кроме его желания? Ничего. Верно, это и есть его желание. А если он переедет в другое место, где другие представления, другие совершенно нормы, другая менталитет, он вдруг увидит о том, что там вообще все по-другому, и там приходится перестраиваться. Снова это будет согласно желанию человека, как ему понимают. Не то, что нету, естественно, есть. Но это и есть желание человека. Ведь та же совесть, точно так же она была выстроена желанием человека. В отличие от этого, есть у нас обязанность перед Богом. А эта обязанность, она перед источником абсолютным. Значит, если просить прощения, то у кого? Единственное, у кого есть, то, кто... Если человек понимает, кто нас сотворил, сотворил для какой-то цели, а мы эту цель не выполняем, а наше все пребывание в этом мире, все благо, которое мы получили только для выполнения этой цели, мы ее не выполняем, значит, мы должны просить прощения как люди, которые предали того, кто послал нас, дал нам, а мы, вот видите, не соблюли этого. Итак, что нужно сделать? Нужно просить прощения. Теперь. И в прошлый раз мы говорили, что подразумевается под этим люди, которые, люди соблюдающие, знаем, что перед Йом-Кипуром, у нас есть 10 дней покаяния, и сам Йом-Кипур, и там есть митсва, которую называют исповедание, по-русски так называют. Исповеда. То есть, другими словами, произнести словами. Слух. Это прощение. Это имеется в виду и тут. Теперь. Это просьба о прощении, из чего она состоит? Из тоже, из пяти составляющих. Первая из них. И признание в совершенных грехах, и чтобы они представлялись ему многими в глазах его и в сердце. Что это значит? Мы уже говорили признание в грехе. Сейчас наш признание в грехе. Первое условие имеется в виду о том, что когда мы хотим попростить прощения, а простить прощение мы можем тоже понять, как всегда, из отношений между человеком и человеком. Снова. Разбиты примеры, которые возвращаемся к нему неоднократно. Это пример отношений между мужем и женой. Непонятно, кто у кого должен просить прощение, но предположим о том, что кто-то сделал не очень хороший поступок по отношению к своему супругу, супруге, и он хочет просить прощение. Представьте себе о том, что он идет просить прощение, но при этом он подчеркивает о том, что его деяния или там слова не такие уж, я уж тебя уж не так обидел и просит прощения. Примут прощение? В общем нет. Первое условие для того, чтобы просить прощение, это не преуменьшать это нарушение. Не представлять, я сказал, да, 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 ты права, конечно, ты права, я тебе сказал это не тем тоном, не так хорошо, но не так страшно. Может быть, это действительно не так страшно. Это жену не волнует. Вот это, это та, та яма, в которой ни один муж упал, не понимая женскую душу. Во многом и наоборот тоже так же работает. Эмоции не работают, они не как раз. эмоции не готовы принять, что тот, кто извиняется, он преуменьшает свой поступок. Не готовы. А наоборот, что эмоции хотят? Давай, проси прощения, давай, признавайся, даже больше, чем оно есть. Поэтому, когда мы хотим прощения, простить прощения, это не то, что, знаете, так сказать, есть много, так сказать, от того, что все, знаете, из которых у нас, Бог простит, из которых делает что угодно, и все время у них почему-то такая фраза, Бог простит. откуда они взяли, что он прощает, у нас наоборот написано, он никогда не прощает, он не может простить. И вот о том, что, ну, натворил, ну, натворил, ничего страшного. Натворил, ой-ой-ой-ой-ой. Что я наделал? То есть, есть много возможностей реакции на свой проступок. Поэтому, если мы хотим простить прощения, мы не должны применчать тяжесть этого преступления. Вот как есть. Имеется в виду намерение сердца. снова, тут никаких людей нету, нет свидетелей нашего исповедания. Нет. Только то, что на самом деле. Тут невозможно даже и обманывать. Некого обманывать. Мы привыкли людей, а тут кого? Бога, все же видно. Это первое условие. И второе условие. Постоянно помнить эти грехи, видеть их перед собой. Это уже чуть надо повыше забраться. Сказано, и мой грех перед мною всегда. Надеюсь, вы знаете, что Шулхана Ру начинается с выражения наших мудрецов, что человек должен жить с ощущением, что как бы он перед Творцом все время находится. Все время за ним следят. Почему с этого все начинается? Потому что это сразу придает человеку вот эту энергию осторожности для того, чтобы не нарушить все повеления, которые написаны в Шулхана Рухе. То есть оно пробуждает в нем страх перед Творцом. Потому что поведение человека перед человеком очень уважаемым. Это не перед человеком, который он неуважаем. Представьте себе одно дело, как себя человек ведет, когда в присутствии каких-то маленьких детей, я знаю, или там полоумных, а другое дело, когда заходит, я знаю, какой-то глава правительства или очень уважаемый человек, которого он очень уважает, какой-то большой раб зашел, сразу все ведут себя совершенно по-другому. Умение представлять Творца как бы постоянно вокруг себя. Это колоссально мобилизирующая сила. Теперь точно того же принципа использовано тут. Если человек хочет действительно достичь того, чтобы грех стерся, нельзя ему забывать. Потому что если забудешь и не держишь его перед собой, он вернется к тебе. ведь когда мы снова этот грех совершаем, тогда, когда по какой-то причине вдруг он раз и он забылся у нас. Мы так и реагируем. Ой, забыл. Ой, забыл. Значит, не держал его перед собой. можно ли это осуществить? Откровенно говоря, учитывая слабость души современного человека, и это будет относиться еще и к многому, что тут дальше ему сказано, не все можно осуществить в прямой форме. Иди знай, если мы будем каждый раз пытаться с нашей слабенькой душой все время держать этот грех перед собой, иди знай, чем для нас все это закончится. И тем не менее, чем больше мы будем вспоминать о нем, даже не держа его снова перед собой, тем больше шансов у нас будет этот грех не повторить. Поэтому столь важное условие прощения Львовна Шеронна, но ты же видишь, что я не забываю этот грех. Представляете, если муж говорит своей жене подобные слова, она более склонна простить ему. Вместо того, чтобы жена напомнила ему это, а как мы знаем, жены ничего не забывают. И они напоминают мужьям снова и снова все, что произошло с момента еще до свадьбы, на день сразу после свадьбы и в ту ночь и после этого и в шево-брохоте. Что только все помнят, все помнят. А почему они помнят? Потому что муж забыл. А если муж бы помнил бы, то жена об этом не говорила. Все представьте себе, что муж сам, что называется, митнадев, добровольно в петлю, добровольно жене сам, вот, ты знаешь, помнишь, я не могу забыть, как я тебя обидел тогда, а я тебя не обидел, тогда. Естественно, что, а что и будет, снова начать эту тоже самую пластинку, вот это, он же ее уже проиграл. Все, не нужно будет уже. Поэтому она будет готова, гораздо более склонна будет его прощать. Это второе условие. Третье условие, вот, тут нам будет уже очень тяжело его осуществить, когда-то люди были крепкие, что вам сказать. Человек должен поститься днем и молиться ночью, в то время, когда мысль его свободна, и он не забочен делами этого мира. Ты хочешь по-настоящему, ты же хочешь по-настоящему, верно? Как мы это делаем? Мы говорим, в принципе, виду, да, у нас есть, мы каждый день в молитве говорим, кто молится носок сварат, говорим этот виду, в принципе, мы просим прощения, есть исповедь это. Но она, как она может быть произнесена? Без смысла, без содержания. Почему? Потому что человек озабочен делами этого мира. Он говорит, послушай, ты хочешь, чтобы это было фиктивно, постись днем и молись ночью. То есть, когда говорится молиться ночью, не имеется в виду, естественно, молитва, которую нам установили три раза в день, а ночью имеется в виду та самая молитва личная, просьба, обращение к Творцу, чтобы он помог мне освободиться от этого прегрешения. Можем ли мы поститься днем и молиться ночью? Ну, кто может, по-видимому, это очень-очень укрепит его позицию, и его прощение будет принято. Представьте себе, что муж, для того, чтобы добиться расположения в глазах своей жены, он не ест, а ночью молится, чтобы выпросить у нее прощение. Ну, представляете, такие, муж, мужчина, и не ест, представьте себе, когда положено спать, и не спит. Видите, все, готовь для тебя на все. Снова, по-видимому, и это еще больше увеличит желание жены простить ему. Четвертое условие. Человек должен умолять Бога и постоянно просить его о том, чтобы он искупил его грехи, простил его, принял его при его возвращении. А тут уже непосредственно уже это конкретно как осуществляется. То есть, когда мы говорим о том, что есть молитва, молитва какого содержания? Видите, это умолять. И тханэнь, умолять, правильно перевели. Человек должен умолять Бога и постоянно просить его о том, чтобы он искупил его грехи, простил его, принял его при его возвращении. Ну, что остается конкретно тому самому мужу, который жена не хочет простить? Снова и снова просить и умолять. Акцент на слове умолять. Чем отличается слово умолять? Может быть, на русском языке непонятно содержание, на языке Торы это слово лейтханэн. Лейтханэн. От слова хинам. Хинам это бесплатно. Это современный перевод. А суть в том, что грех, который я совершил, его нельзя искупить. если ты мне простишь, и я тебе прошу, то прости меня, что называется, бхинам. Без 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 того, чтобы я не могу оплатить то, что ну, как подарок это называется. Прости меня просто так, как подарок. просто того, что есть хинам. Это то, что просит. Это та самая просьба, которая должна быть направлена к Богу. Да, решение, оно такое, что его невозможно искупить. И оно серьезное. И так оно и есть. Но только ты милостливый, прости меня за это. То есть, когда мы говорим о той молитве, что эта молитва должна содержать в себе, это вот умоление, просьба у Бога, чтобы он искупил его грехи. Обратите внимание, искупил его грехи и простил его и принял его при его возвращении. Да, и то, и то, и то. Первое, второе, третье. Искупил его грехи. Это лхапера лавано. То есть, копора означает, что само прегрешение, оно стирается. Неоднократно говорили, что когда человек совершает грех, это некая духовная реальность, которая не исчезает. Она существует, мы просто его не видим. Некая субстанция духовная, урода некого, которого мы породили. Теперь что эта реальность, куда она? Она, в принципе, она создает нам и плохую жизнь, которая делает нас больными, которая нам ножку подставила, аварию устроила. которые хотят получить мщение, которые хотят получить энергию для своего существования. Так вот, ее как можно убрать? можно, ее надо стереть, чтобы она нам не мешала. Кто ее может стереть? Только сам Бог когда? Тогда, когда мы делаем чугу. Наша чуга, наше исправление, оно, тот, который стирает это, поэтому мы что, просим от него? Искупи нам наш грех. Сотри нам наше прегрешение. Теперь, и прости меня за это, ведь, ведь, это тот факт, что мы стерли этот грех, это еще не значит, что, что ты меня простил, ты только мне наказание за него убрал, но, может быть, ты меня не простил, и ты знаешь, что будет в следующий раз. И принял я его при возвращении, да, великобельчу вато, то есть, и прими мне мое возвращение, то есть, ведь мой грех что сделал? Он меня, он не только создал прегрешение, он не только, не только рассердил себя, он еще удалил меня, поэтому мы просим все три, мы просим стереть грех, мы просим, чтобы прости меня, не отдаляй меня, а с другой стороны, мы более того, мы хотим вернуться в предыдущее место, поэтому мы хотим, что прими меня назад, дай мне возможность вернуться к тебе, видите, надо, оказывается, просить и о том, и о том, и о том, если мы будем просить только прости мой грех, пседр, может быть, наказание проститься за грех, но Бог не простит нас, он не вернет нас к себе до конца, видите, как надо соблюдать каждую из этих составляющих, теперь, это четвертое условие, пятое условие, человек должен не жалеть усилий, стараться отвратить людей от грехов, которые совершил он сам, внушить им страх перед наказанием, и убедить их вернуться к Богу, ай, тут тема такая очень-очень-очень непростая, надо очень осторожно к нему подойти, пятое условие, прощение, недостаточно, что человек просит о прощении перед Богом, он берет на себя еще дополнительные условия, не только он сам оставляет этот грех, не только он сам ищет, как не допустить его, но он еще старается отвратить других людей от этого греха, он в этом пострадал, значит, он должен и может искупить его свое прегрешение тем, что он и другим людям поможет этот грех не совершить. Теперь, я очень боюсь, что если будут люди, почему говорю, надо осторожно, есть люди, которые могут из всего сказанного, знаете, тут заснули, тут проснулись, и вдруг как раз, раз проснулись в этом месте, и вдруг, ааа, вот как, есть многие люди, которые как все понимают, они понимают, что все, что мы учим, это нужно тут же вот на, то ли на жене, то ли на друзьях попробовать, то есть, надо, надо, надо исправлять всех вокруг себя, да, есть какой-то объект, которого нужно как-то исправить, детей, в первую очередь, так сказать, святой отдел, воспитание детей, так сказать, жена вот не так себя ведет, или муж не соответствует тем положительным образом, которым мы тут описываем, обратите внимание, что это только пятое условие, в самом конце, как вещь дополнительная, которая есть, и она должна исходить совершенно с другого корня внутри души человека, это только тогда, когда человек, понимает, осознает, насколько ему важно, чтобы ему простилось, да, что ему простилось, видите, это точно соответствует тому, что мы сказали вот в предыдущем условии, что это недостаточно стереть греха, я хочу, ремонт жилого, я же оскорбил, как бы тебя, я же создал сам препятствие между тобой и мной, верни меня к себе, как я могу добиться этого расположения у Бога, тогда, когда я не только сам исправлю свое это прегрешение, но когда я помогу и другим людям, которые точно так же, они для него сыновья Бога, и он страстно желает, чтобы они не совершали эти преступления, чтобы они тоже не допустили этого греха, ай, как здорово, хорошо, есть в этом, это называется, помочь людям исправить себя, для многих из нас как-то мы хотим взять это условие, его само по себе как-то реализовать, это не так, это только в купе со всеми остальными, вот когда и первое, и второе, и третье, и четвертое, тогда можно и пятое, тогда можно и пятое, и тогда действительно, когда человеку действительно больно, и он болит, ему не только больно за себя, ему больно за осквернение имя Бога в этом мире, почему, потому что человек, который ведет себя нехорошо, это неизбежно как-то проявилось среди людей, когда что-то нарушило, что-то произошло, и он в этом был в кипе, и знаете, сколько у нас, это осквернение имя Бога, оно само по себе существует в этом мире, сколько людей из-за этого оставляют этот путь. Почему? Вот смотрите, как религиозно себя ведут. Мы даже не думаем, как порой наше поведение не других людей, а наше поведение. Столько времени, сколько мы представители, входим в амбудирование религиозное. Сколько оно влияет на окружающих людей. Даже не знаем потом, за что нас просят в том мире. Не знаем, как мы сравнили эти военные, мундир наш еврейский. Не знаю. Поэтому что? Для того, чтобы это исправить. Что может помочь? А что может помочь тогда, когда мы поможем и других людей отвратить от подобного греха? Таких примеров очень много. Совсем недавно слышал пример человека, который на каком-то этапе он пробудился. А чем он занимался? И он попал в такую среду миссионеров, которые занимались среди евреев. Это очень популярно, очень развето в Израиле в первую очередь. Миссионерство. Самые разные виды есть. Склонение еврейских душ. Это прямо самоцель в части христианского мира. Для того, чтобы привести еврея совершенно в другую веру. И он, как еврей, он был один из таких организаторов этого и очень активный участник. На каком-то этапе, так как ему приходилось изучать эту литературу, он стал еще глубже, еще глубже, стал спрашивать вопросы. На каком-то этапе вдруг понял, все перевернулось в его голове. И он решил это все оставить. Там пошел в Вишиву, учился. На каком-то этапе просто заело о том, что что же я наделал. Я же стольких людей отвел от еврейских жизней. А я пошел к Большому Равину спрашивать вопрос, что мне делать. Ответ, который он получил, был взят отсюда. Хочешь исправление? Ну, если осквернение было по большому счету, то исправление по большому счету. Тогда иди, пожалуйста, и исправляй то, что ты натворил. И тогда этот человек взял на себя и занялся заново общественной деятельностью, но уже теперь с другой стороны. То есть он занялся активной деятельностью против миссионерства. один человек, который на работе, особенно сейчас меньше, а раньше, когда не было телефонов, то был телефон на работе. Многие видели это как свой личный телефон. То есть прийти, отбить карточку и говорить пару часов с тетей тут, с мамой тут, с другом там, с этим, а потом уже чуть-чуть работают. Когда человек делает чуву, к нему приходит осознание о том, что он, в принципе, занимался кражей. Он крал время у своего работодателя этими телефонными разговорами. Кроме того, в былые времена телефон стоил дорого. Я же не говорю про ограбленное время. Просто оплата этого телефона надо было платить, а работодатель платил за его личные разговоры. Что делать? Как? В принципе, этот вопрос многие из нас спрашивают. Я нарушил то, в прошлой жизни нарушил это. Что делать? Если это касается мемонот, финансовой части, то общий ответ. Прикиньте, сколько это приблизительно стоило вашему работодателю. И пустить эти деньги на общественные нужды. теперь в данной конкретной ситуации ответ, который он получил, он тоже был подобный, который мы тут видим. О том, что нужно о подобных явлениях предупредить и распространить это знание среди людей. И он действительно этим занялся. Он выпустил такие стикеры, знаете, такие наклейки, наклейки, которые ходил по самым разным этим учреждениям и раздавал эти наклейки на том, что, так сказать, это не частный телефон, нельзя говорить, они уже не помнят содержание, воноеврите это было очень много. И вот подобные вещи. Я же не говорю про лошонара, злословие, что многие люди тоже проснулись от того, что они натворили. И то же самое, они развили целую систему предупреждения людей о том, что не стоит говорить плохо от других людей, засловить не надо. Итак, пятое условие, это не жалеть усилий, стараясь отвратить людей от грехов, которые совершил он сам. Надо не только самому уйти, но и других отвратить от этого. Снова возвращаясь, завершая к нашему тому же примеру, муж и жена, представьте себе, что жена видит, что муж не только соблел все эти условия до этого, но он еще не только просит прощения у нее, но еще она видит, как он наставляет других мужей, не дай бог, не делайте это, но еще больше сердца ее, естественно, склонно простить его. Мы с вами говорили сейчас о третьем составляющей, это называется прощение, надо только завершить, это еще один раз, что эти прощения, которые мы говорим, особенно то, что касается молитвы, надо произносить вслух, так, мнение Рамбана. Давайте перейдем теперь к последнему, к четвертому составляющей, четвертой составляющей, четвертой составляющей, чьи вы возвращение это принятие на себя обязательства не повторяя то что он то отчего предостерег его творец по-русски как по-другому скажем ну ты будешь спрашивает мама или папа своего так сказать цинишку не мама я никогда не буду никогда а ну молодец ну короче это называется каббала латин на еврейте это принятие торжественных пионерских обязательств что я никогда не буду то теперь ну маме с папой можно сказать то что они ждут для того чтобы про не они сами просто хотят этих слов чтобы уже отделаться от от ребенка и заняться уже своими делами ребенок сам понимает это хорошо а что вы хотите никогда не буду ну значит никогда не буду ну все ну все и разошлись ну а как перед богом это же не так значит что нужно сделать значит нужно прийти на себя обязательства не повторяя то что предостерег его творец так но человек нарушил что-либо значит что он он раскаялся он оставил само деяние он просил прощения теперь последнее мы сказали что он берет на себя я никогда не буду я беру на себя обязательства не повторяю что заберу на себя обязательства что за торжественное обязательство что за обязательство пустые слова нет вот давайте мы сейчас произнесем этим слова вот 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 на что-то мы хотим на себя взять и мы хотим себя вот я беру обязательства все я беру обязательства вот такое какое-то общее такое выражение беру на себя обязательства этого не делать Казалось бы, этими словами мы уже все, значит, эту возможность полностью исключили. Как конкретно, что это значит конкретно? Конкретно, что значит, каким образом я беру на себя обязательства? О, теперь вот таких составляющих пять. Первое из них. Может быть связано исполнение заповедей добрых дел с приходящим позже, но постоянным, не дающим передышки, страданиям, наказанием за грех. Секундочку, тут начинается, вы хотите взять на себя обязательства? Задумайтесь, о чем речь идет. Что значит задуматься? Что значит задуматься? Сначала общее понимание. Что значит брать на себя обязательства? Брать на себя обязательства, это значит, что я создаю в своей душе такое состояние, которое не позволит мне больше это сделать. Я нагоню на себя такие страхи. Я настолько усилию это желание. Я настолько буду себя, убежу в том, что это плохо, что это нехорошо, что это самое. Тогда есть база словами этим, что я беру на себя обязательства, а просто слова, я беру на себя обязательства, ничего за собой не несут. Смотрите, человек чем занимается совершенно неосознанно практически всегда в своей жизни? Он решает интересный такой вопрос, что предпочтительное удовольствие по сравнению с страданием. О чем речь идет? Давайте, самые простые примеры. Что-то сладенького хочется, верно? Вот, пойду куплю себе конфету. Удовольствие? Удовольствие стоит. Сколько? Два шекеля. Шоколадный там. Теперь, два шекеля надо откуда вытащить? Из кармана. Теперь, обратили внимание, что любая попытка вытащить из кармана приносит чуть-чуть боли. По нему становится меньше. Мы прикинули о том, что, смотрите, а удовольствие тоже стоит денег. Готов ли я заплатить два шекеля за то удовольствие, которое у менясят конфеты? Прикинули. Нормально пойдет. Стой. Простили внимание на, что внутри неосознанно, но это происходит в нашей душе. Теперь приходит жена и говорит, слушай, надо поменять кухню. Теперь он говорит, что за кухня? Ну, кухня наша, смотри, старая, уже разваливается вообще, то это, надо поменять ее. Он так прикинул, говорит, поменять кухню. Это большой удовольствие. В принципе, для меня тоже удовольствие видеть что-то новое для жены, то это, да. Но я же знаю ее вкус. Это меньше 30 тысяч, это не обойдется. Теперь прикинул, сколько 30 тысяч у меня, значит, из кармана, сколько боли. Откуда это должно выцарапать из своей души. Да, удовольствие, которое есть, говорит, не жена, смотри, я тебя понимаю, может быть, у тебя, да, согласно его ощущению внутреннего удовольствия и страданий, да, а удовольствие от кухни новой больше, чем страдания и отсутствия 30 тысяч. Пседр, это ты, но у меня не так, у меня все наоборот. Поэтому я не могу согласиться. Вот такое, мы все время находимся в этом. Человек работает, да. Сколько людей любят работать, ну скажите. Есть трудоголики, есть такое, да. Есть люди, которые у них нет смысла в жизни, а на работе чуть-чуть там ценят, и они что-то там интересное, и они взяли смысл их жизни, работать, работать. Таких людей мало. В основном люди не любят. Почему? Работа – это обязательство. Это нужно куда-то каждый день вставать, надо куда-то ходить, надо там кто-то командовать над тобой. Это неприятно это. То, в принципе, никто не хочет работать. По большому счету. То есть, получится, что… Почему? Потому что работать – это страдание в каком-то смысле. Это неудобство. Нет, дискомфорт. И тогда что? Какой вариант есть? Давай не работать! Отлично. Давай попробуем не работать! Не работать хорошо, я же дома, что хочу, то и делаю. Смотрит, прошел месяц, второй закончился, безработица, смотрит уже все сбережения, уже растрачены, теперь смотришь, нечего, что есть. Вау, какое страдание! Вот, значит, уже выгоняет меня из квартиры. Ой, что-то! Вера начинает думать, секундочку, получается, что я ушел от одного страдания, и я получил большее страдание. Что предпочтительней? Идти на работу. Вот вам ответ, почему человек идет на работу, потому что он знает, что не будет работать, страданий будет еще больше. Мы все время решаем эту задачу, что предпочтительней, не осознавая это. Если уже этот механизм существует. И если мы с вами уже так хорошо внутри как-то расруливаем эту ситуацию, почему это не применить к нашей жизни самой, к сущности ее? Если я нарушаю что-либо в мире, почему я это сделал? Это оставил удовольствие. А, тебе доставило удовольствие? Хорошо. А ну теперь посчитай, сколько тебе сейчас влепят из этого удовольствия, сколько страданий ты получишь из-за того, что ты сейчас получил это мимолетное удовольствие. Люди, которым говорят, не ешь, не ешь, это же, я знаю, как там говорили где-то, не ешь перченое, у тебя же язва с желудком, как там говорили. Сейчас что-то по-другому говорят, но неважно. И человек действительно, ему там проблема с желудком, но ему вкусно, жена, естественно, она хорошо с перчиком, значит, с чесночком, а вкусно, такой запах не мог удержаться, а съел после этого, проклинал ту минуту, когда он вообще что-либо тебе в рот сунул. Не знал, а голова не могла это все прикинуть до того, как? Или хотя бы после того, как? Вы слышите, милы до того, как, ну, можно себе представить, вожделение человека снесло ему просто башню, вообще голову. Но после того, как оно ушло, это вожделение, да, пришло присущение, более того, пришла теперь боль, почему нету выводов из всей этой истории, почему не сел и не задумался, ай-яй-яй. И вот тогда что можно понять? Человек должен сопоставить мимолетное, ничтожное, смешанное с горечью удовольствие от греха. Да, ведь, конечно, в итоге, даже когда человек сотворил этот грех, даже в тот момент он знает, что он грешит, он знает, что это нехорошо, он знает, что это плохо. И он удовольствие этого, вот такого, знаете, до конца не может получить от него. Смешанное с горечью удовольствие от греха с не столь быстро приходящим, то есть он сопоставляет, с не столь быстро приходящим, зато вечным, постоянным и чистым от перемести печали, наслаждением от исполнения заповедей и добрых дел. Ну, давай, давай. Даже в нашем примере с этим язвенником, да, в тот момент очень тяжело удержаться. И примеры во всех областях жизни. В тот момент, когда есть соблазн, в тот момент, когда вот непосредственно это происходит, практически невозможно устоять. Ой, представьте себе, что человек устоял. Проходит всего лишь 5-10 минут, когда проходит это вожделение, которое держит человека вот так вот, за горло его держит. Оно его освобождает. Оу! Какое приходит ощущение легкости, радости. Я сумел преодолеть себя. Причем, обратите внимание, если бы он съел бы, ведь столько времени, сколько это еда в нашем рту, да, сколько это происходит, это удовольствие? 5 минут, 10 минут, сколько мы можем его продлить? Сколько мы получаем удовольствия от того, что мы преодолели это? Это же духовное, оно может не уходить. И даже вспоминая о нем, мы испытываем это удовольствие. А ну, попробуйте сейчас вспомнить удовольствие от съеденных продуктов. Вот от какого-то, я знаю, бифштекса или, я знаю, еще чего-то, шниц или, я не знаю, чего-то, шашлык. Тяжело как-то насладиться виртуально, вспоминая о том, что мы когда-то вкусно поели. Если довести, кстати, человека до полного изнеможения голода, то он наверняка, не наверняка, знает прекрасно, каждый человек знает это о том, что начинает сниться вкусное. И даже вкус появляется. Но столько времени, сколько он в нормальном существовании. У него даже это восстановить, это от ощущения вкуса. В отличие от этого, духовное наслаждение от исполнения заповеди, от того, что он не нарушил заповедь. Оно вместе с ним, оно никогда не уходит, оно доставляет ему удовольствие. На что это подобно? Я знаю, как в анекдотах рассказывают, как один человек перевел бабушку. И после этого он каждый раз вспоминал, как он сделал доброе дело. Верно, иногда раз, там, или... Иногда получается сделать какое-то доброе дело. Как приятно вспомнить это. И через пять лет, и через десять лет приятно вспомнить. Это о чем он говорит. Он должен сопоставить мимолетные, легкие, недолговечные потери и неприятностей, которые могут быть связаны с исполнением заповедей и добрых дел, с приходящим позже, но постоянным, не дающим передышки, страданиям, наказанием за грех. Надо поднять одну вещь. Дурное побуждение, наше вожделение, наше высокомерие, стремление к почестю. Это все платят наличными. Тут же, моментально. В отличие от этого, все митсвот и вознаграждения за них, это как бы, знаете, ашрай. Это как кредит на потом. Ну, и вот тут и выбор, тут самое основное, что с человеком сталкивается. Почему так сложно? Почему? Потому что вот то, что под носом, то, что мазуман наличными, это сейчас, это я понимаю, тяжело устоять. Но человек, он, человек. Величивая в том, что разум дан ему, чтобы видеть будущее, чтобы разум вел его, видел, к какому результату это может привести. О, вот это вот самое важное, что есть. Человек должен развить в себе силу разума до такой степени, чтобы он мог быть способным увидеть то самое наказание, которое он получит за удовольствие, это мимолетное, которое он получил. Соблазн, не устоял, не устояло, а после этого сколько страданий. Сколько страданий есть в людей. Всю жизнь порой мучаются. Языков до одного своего поступка. Почему? Вот этого не хватало. Но давайте вернемся. Обратите внимание на удивительный психологический подход, который есть к понятию «брать на себя обязательство». Брать на себя обязательство – это развить в себе желание очень сильно этого не делать. «Брать, как мы можем это осуществить, крутить в голове, представлять себе удовольствие, которое мы получаем от вожделения и наказание, которое мы от него после этого получим. Когда мы это будем делать до того или после того, нам легко это будет сделать, тогда ясна, это кратковременность, ничтожность этого удовольствия от этого нарушения и то самое наказание, невероятное, которое мы можем за него получить, которое оно будет невероятно более больное. Слышал однажды, что в принципе, только я это не советую, и не знаю, что может к чему это привести. что в принципе мы видим вокруг нас многое, что происходит. Чтобы развить в себе силу страха, наказание, что мы можем получить наказание из-за своих проступков. Если мы увидели человека, я знаю, там, на коляске инвалидной, «О, вот меня-то так накажут». Вот я бы от этого ездил. Если я вижу человека, он начинает жаловаться, «Ой, вы знаете, у меня был приступ астмы». «О, значит, у меня будет астма». Я могу точно сказать. «Ой, сердцем, я попал в больницу, там, а, так у меня сердцем будет». Я снова предупреждаю, не надо это делать, потому что наши души, они не готовы к этому, наши души слабы, они из этого какого-то паранойю паранойю еще получат, еще какое-то дополнительное духовное заболевание начнется у них. Но хотя бы саму идею, чтобы пробудить в человеке страх какой-то. Поймите, страх – это колоссальная сила. Мы хотим избавиться от очень сильной привязанности, от зависимости. И у нас нет сил. Почему? А какова-то сила, что за та сила, которая может нам помочь в этой ситуации? Сила страха – наказание. Если мы бы знали точно и представляли о том, что если я снова потянусь к этому прибору и открою там, нажму на эту кнопку или что-то сделаю, или что-то съем, туда посмотрю, я как получу после этого, мы бы этого не делали, у нас была сила бы сопротивляться. А так как не развили эту силу страха, вот и результат. Это первое. Время идет, секундочку. Второе условие. Человек должен помнить и думать о дне своей смерти и о том, что творец будет в гневе за него, и тот, что творец будет в гневе за него, за все, тот, что он не исполнил из своих обязательств перед ним. Вот снова. Что значит принять в себе обязательства? Снова мы говорим, это надо пробудить, усилить, развить себе желание, этого не делать. Как я могу это сделать? Слушай, я заболеть, меня накажут, мне будет больно, страшно, страшно. А может, ты хочешь умереть? Погибнуть от вражеских пулей? Или, знаю, под колесами, или просто на голову что-то упадет, блок какой-то, горшок, не знаешь что, или просто от разрыва сердца что-то произойдет. Хочешь? Человек должен знать о том, что все люди смертны, рано или поздно все мы там окажемся. Но все-таки хочется как-то не пораньше, хочется попозже, успеть хочется еще что-то сделать в своей жизни. Поэтому, если ты хочешь попозже, а не пораньше, задумайся о ней о своей смерти. Вообще это хорошо помогает. Вообще это хорошо помогает. Прийти на кладбище, посмотреть. Люди, как правило, на кладбище в основном как-то любят говорить по телефону друг с другом, наблюдают как-то, не придавать большой серьезности к тому, что вот его закопали. Но тебя же точно так же закопали. Ты не боишься этого? А после этого, после дня своей смерти пристанешь перед Творцом, а он будет в гневе на тебя? Мы хотим, чтобы в гневе будет на тебя, в гневе от собой. Но должен быть страх от этого. Третье условие. Человек должен помнить в сердце своем о тех днях, когда он отходил от путей Бога своего, пренебрегал служением его, в то время, как Бог неизменно осыпал его своими благами. О чем тут речь идет? Теперь еще сила, которая пробудет, колоссально. Мы перечислили, что страх. Страх колоссальной силы. Страх перед наказанием, страх перед болью, страх перед того, что что-то произойдет со мной близкими и не знает, чем меня накажут. Не помогает? Ну, представь, страх смерти. Не помогает? Представь, страх, что ты пристает перед Богом, и он гневается на тебя. Но, оказывается, еще одна сила, которая поможет все это укрепить, она называется стыд. Мы к ней уже обращались, мы уже говорили о нем, отделывали определение. Стыд тоже колоссальная сила, которая может укрепить нам как некое противоядие, преграда, чтобы мы, если уже приняли обязательство, чтобы мы его не нарушили. Потому что нам будет стыдно. Это и есть в каком-то смысле установка нашей совести. То есть, совесть мы определяем, что мы делаем совестью. Мы устанавливаем рамки совести. То есть, откуда-то что-то, если в нашей душе совесть заговорила, то кто-то эту совесть запрограммировал, и она откуда-то должна прийти. Так вот, вот это стыд за определенный поступок. И сознание этого, он пробудит в нас все эти элементы, которые необходимы, чтобы это находилось у нас в совести, и который не даст нам уже этот поступок снова его произвести. Четвертое условие. Человек должен вернуть то, что он незаконно отнял у других, воздержаться от нарушения закона вторая, остерегаться, чтобы не причинить ущерб никакому творению. То есть, видите, тут удивительная вещь. Это речь идет об исправлении поступка. О нем мы вроде уже говорили, что надо его оставить. А тут речь идет еще не только его оставить, нужно его исправить, если только это можно. И это тоже часть чего принятие на обязательство, не повторяя того же самое. Видите, какая глубина уже на уровне действия. То есть, это укрепить надо не только изнутри души, не только страх, не только стыд, но и определенные действия, которые помогут человеку не вернуться к тому же нарушению. И пятое условие, последнее. Человек должен принять к своему сердцу величие Творца Вознесенного, слово, которое он приступил, порвав сослужение ему, наступив от него, чтобы следовать Торе его, он должен порицать и стыдить себя за все это. Снова мы возвращаемся как итог всему. То есть, то, что больше всего укрепит, в конечном итоге, наше обязательство не повторять нарушения. Это тоже стыд, уже стыд перед Богом. Просто, если раньше это был стыд на базе предательства, то есть, он нам дал добро, а я ему злом как бы возместил, то это один вид стыда. А тут уже стыд просто о том, просто перед величием Творца. На иврите есть очень большое четкое определение этому, да, есть такой страх, такой страх, да, тут есть такой стыд, такой, стыд гораздо другого порядка. Стыд просто против, это как опозорился перед большим человеком. Это другое видство. Просто, просто, ну так неудобно, ну так, вот как, как я мог, как я мог, как я мог, как я мог приступить. Этим и заканчиваем описание составляющих возвращений. Итак, мы перечислили с вами эти четыре составляющих возвращений, четыре составляющих чувы. Каждое из них, оно распадается на пять условий, чтобы прояснить, как конкретно случается часть чувы. Что сказать, если мы это проучим, еще один раз усвоим, и когда, так сказать, придет время, а время, это оно, как мы знаем, оно всегда необходимо, но каждый раз мы, каждый, постоянно мы находимся в состоянии чувы. Если мы таким образом это существуем, то мы будем прощены, будем прощены, то не только искупиться на гре, мы почувствуем большое облегчение души, и жизнь будет по-другому. Все, весь взгляд на мир будет по-другому. Ну, этим завершимся. Всего доброго. Привито с Русселем.